ПЕСНЯ Наверное, в нашем собрании не найдется тот человек, о котором написано «Кто хочет увидеть добрые дни». Может, такой человек, который не хочет видеть добрые дни? Его нету. Его не существует. Почему? Потому что каждый из нас хочет видеть добрые дни. И наша тема сегодня рассуждения о том, чтобы не просто желать, не просто желать, а чтобы вкушать это доброе, вкушать это доброе. И, наверное, когда наша тема, мы будем сегодня говорить о плод духа, то, наверное, всегда возникают вопросы, что когда мы говорим о плоде духа, мы всегда так складывается, что мы начинаем испытывать другого, ближнего. Тот, который делает, не делает добро, который поступает что-то неправильное по отношению ко мне и все. И мы говорим, ну это правильно, и наше внимание обратить на неправильное. На неправильное. И когда человек обращает на неправильное, то он правда говорит или ложь говорит? Не отвечайте, подумайте. Второе. Когда человек обращает на неправильное, он побеждает это неправильное, или это неправильное побеждает его? Вот наша тема сегодня, чтобы мы могли не быть побеждены злом. Зло есть, но зло побеждает добром. И потому мы будем сегодня говорить о Божьей благости, будем говорить о Божьей доброте, и будем говорить о том, что это, как Женя сказала, это неестественно нам, как людям. Моя плоть, ваша плоть, она ищет своего. Она ищет только того, чтобы сделали правильно по отношению ко мне. А правильно по отношению к другому она вообще не ищет. И скажите, пожалуйста, еще один мысль на рассуждение, чтобы нам легче было понять, о чем мы будем говорить. Когда я буду сегодня говорить о Татьяне, которая, наверное, лучше всех знает меня. Лучше всех знает меня, и я также знаю лучше всех ее. Но в другом вопросе, как вы думаете, когда я что-то сделал, и то, что ей не понравилось сильно, она возмущается. Это мое желание делать зло, или это, ну, как-то сказать, вот я просто не знаю, как Писание говорит, делаете то, чего сами не хотите. Так Писание описывает то, что мы делаем. Это желание делать зло, или мы как-то не понимаем, не бодро, не трезвились и получили зло? Оправдание, спасибо. Мое или ее? Теперь следующий вопрос. Как вы думаете, когда моя жена видит то, что я себя оправдую? Моя жена видит. Как вы думаете, как она себя ощущает? Счастливой или негодует? Она негодует. И когда она негодует, то вот это состояние, это состояние о том, о чем мы будем говорить. Как, живя в мире зла, живя в мире зла, не быть побежденным злом. Вот это наша основная тема. Я хотел бы начать с того, что когда Христос был на земле, и Он как-то охарактеризовал, что весь мир лежит во зле. Это диагноз, не мы ставим, не вы поставили, это диагноз, который Бог поставил для этого мира. Весь мир лежит во зле. И теперь Христос хочет, чтобы нас, нам просит у Отца, чтобы Он нас не забрал от мира сего. Не забрал. Но чтобы Он осветил нас истинною Своею, потому что вот это освящение, эта истина делает нас защиту или свободным от того зла, который в этом мире. И когда я так красиво расскажу, то мне кажется, оно мало что значит. Я хотел, чтобы мы сегодня исповедовали веру свою в то, во что мы верим. Первое, на что я хочу обратить внимание, что вот знаете, мы все ожидаем, мы идеализируем мир. Жена идеализирует меня, я идеализирую ее. И я хочу нарисовать образ, и я хочу, чтобы она соответствовала тому образу, которого я нарисовал. Я же хочу, чтобы идеально. Наверное, ничего плохого в этом нет, мы думаем. Но в этом есть, кроется нечто то, что меня, я снимаю из себя ответственность. Чтобы быть инструментом Божьим для созидания. Я хочу это от другого. И потому я хотел бы сегодня говорить о том, что Бог нас призвал сегодня. Не к тому, чтобы требовал я от кого-то или вы требовали. А Бог нас призвал, чтобы мы могли жить, живя в этом несовершенном мире. Живя несовершенное, я несовершен, жена моя несовершенна. Но та любовь Божия, тот Дух Божий, который во мне, в ней, в вас, Он делает наши взаимоотношения, устрояет. Бог есть Бог устройства и порядка. И вот мы будем сегодня рассуждать об этом устройстве. Если вы откроете, братья, я буду цитировать, а вы проследите, пожалуйста. Первое послание Иоанна, 4 глава и 16-17 сих. Все началось с того, что мы познали ту любовь, которую имеет к нам Бог. И когда мы познали ту любовь, которую имеет к нам Бог, мы в нее уверовали, что вот так Бог к нам относится. Такой у нас Господь. Для чего Бог хочет, чтобы мы уверены в Его любовь? Потому что Он оставляет нам пример. Он оставляет нам пример. И мы читаем 17-й стих, что благодаря этой любви, в которой мы уверены, которую имеет к нам Бог, Бог в нас пребывает, а мы пребываем в Боге. Теперь Бог говорит, что если Писание говорит, если я пребываю в Боге и Бог во мне, то я не боюсь того дня, который Бог приведет меня вот туда в вечность. Я не боюсь того дня, когда я буду в какой-то ситуации, я не боюсь, а как поступить, а как сделать. Я не боюсь. Почему? Потому что тот, кто пребывает во мне, тот, кто пребывает в вас, Он научит, Он оставит, Он поведет. Потому что мы имеем сегодня способность или силу от Него. И, наверное, каждый из нас, ну, как бы сказать, ну, вот давайте я, здесь более молодые люди. Наверное, каждый из нас, те, которые вот ходят в джим, и они имеют сегодня какое-то намерение. Намерение для того, чтобы что-то приобрести, правильно? Что? Или потерять. Или потерять. Ну, да, тоже хорошая вещь. Что там? Для чего ходим? Приобрести или потерять? Ходим и все. Но мы хотим что-то, я думаю, больше, даже те, кто теряет, хотят что-то приобрести. Вы знаете, мы хотим что-то приобрести. В этом мире так устроено, что мы все, что мы делаем, мы имеем сегодня доброе намерение. Писание говорит, намерение добра есть у меня, даже в того человека, который не рожден свыше, который просто плотской человек. Это намерение, желание есть у меня, но чтобы поступить так, чтобы сделать так, у меня нету силы. И вот сегодня первое, на что я хочу обратить внимание, на что я беру внимание, что мы уверены в ту любовь, которую имеет нам Бог, и мы пребываем в этой любви. Вы знаете, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, он сходит свыше, не отменян идет. Он дает, Бог дает тем, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя, Бог дает Духа Своего, Дух Святой нас возрождает, Дух Святой нас научает, Дух Святой открывает нам Исину, какое мы новое творение во Христе. И Дух Святой показывает, что я и вы все можете в укрепляющем нам Иисусе. И потому, когда мы говорим сегодня о плот Духа, это мое и ваше утешение у Бога, и сам Бог тогда производит нас и действие свое, и свое желание. И чтобы нам было понятно, о чем я говорю, я хотел бы обратить наше внимание филиппийцам 2 глава, и я читаю в 2 главе, что это от Господа. Если вы начнете расцвать добро и скажете, Господь, помоги мне делать добро, неплохая молитва. Но если вы скажете сегодня, Господь, Ты живешь во мне Духом Своим, Ты меня научишь и умудришь, Ты мне оставил пример, и я знаю, что с Тобой я смогу, живя в мире несовершенном. Несовершенна жена и муж, но мы совершенны в Боге, и мы можем, как наша тематика, брак в Господе, мы можем быть полезны в созидании наших отношений. Не показать несовершенство друг друга. Писание говорит, когда я буду показывать несовершенство жены, жена будет покаять мое несовершенство, то мы согрешаем или не согрешаем? Знаете, что Писание говорит? Мы съедаем и уничтожаем наши взаимоотношения. А Бог хочет, чтобы оно было взаимоотношение устроено. И потому Бог сегодня говорит так, послание к филиппийцам, 2 глава, я утром начал, но я думаю, трудно, с последнего, с 15 стиха, с 13 стиха начну сегодня. Смотрите, мы верим в то, что Писание написано. Сам Бог во мне всякое даяние доброе, всякий дар совершенствует свыше. Сам Бог производит в вас и во мне и хотение, и действие, благое, по своему благоволению. Это Он дает мне разумение. Теперь дальше в Писании говорит, но я вижу сегодня что-то неправильное, я ропщу, я негодую. То что происходит с тем, что Бог производит во мне? Бог хочет, чтобы я сегодня, общаясь с Богом, чтобы вы, общаясь с Богом, укрепились в Боге, потому что мы сами по себе ничего делать не можем. В общем, и я пытаюсь два места связать. Первое место, на которое я уже сказал, второе место, это послание Иоанна, 15 глава, читаем 4-5 стих. «Прибудьте во мне, вы веточки, а я лоза, Бог говорит. Прибудьте во мне, и если вы прибудьте во мне, а я прибуду в вас, то вы принесете много доброго, плода. Потому что сама по себе веточка не может ничего приносить, если она не прибудет на лозе, не прибудет в Боге. И потому первая часть, что Бог производит свое действие во мне, в вас, когда у нас здесь духовное общение. Духовное общение через то, что мы сегодня читаем Слово Божие, рассуждаем о Слове Божьем, молимся, утешаемся в Господе, помышляем о Господе, о горнем, а не о земном. И через все это я наполняюсь, и вы наполняетесь Господом. И потому через это помышление Бог дает мне видение и разумение, как поступать в этой ситуации. Вы знаете, такая мирская, не мирская, библейская поговорка, но с негативом. Худое сообщество развращает добрые нравы. А если это сообщество, ваше общение духовное с Богом, то что с нами происходит? Развращение или наполнение? Наполнение. Наполнение такой силы, такой могущества, такой властью, что вы можете сегодня быть защищены от того несовершенства, с которым вы соприкасаетесь. Потому что способность Духа, это способность Божия в нас, чтобы мы могли, и я читирую, вторая глава послания филиппийцам, 15 стих. Чтобы вам быть, способность, которую буду, вам быть чистыми, неукоризными, чадами Божьими. И в какой среде? Среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Наверное, каждый раз соприкасаясь с этим строптивым и развращенным родом, первая молитва – Господи, защити меня. Но если Бог допустил мне проходить через эту среду, то Он сказал, я с тобой, Владимир, во все дни до скончания века. Я с тобой, дорогая сестра, дорогой брат, с тобой во все дни до скончания века. И что мы видим при собой? Господа, который нас взял в свои руки, соединил нас с собой в духе, или видим строптивый и развращенный род. Пусть это будет жена, пусть это будет муж, пусть это будут дети, пусть это будет та среда, которая вам не нравится и расстраивается. Вы по одной причине расстраиваетесь. По причине того, что мы сегодня, потому что мы видим зло, а не видим того, кто держит меня в своей руке. Кто укрепляет меня, кто наполняет меня. Потому все я могу в укрепляющем меня Иисусе. И потому я хотел бы обратить наше внимание, что когда мы верим, что Бог начал во мне и у вас свое доброе дело, что Бог нас призвал к себе, мы уверили в ту любовь, которую имеет Бог, мы уже говорили, мы приняли Иисуса Христа, в этот момент Бог излил на нас Духа Святого, родил нас выше, теперь мы рождены от Бога. Теперь Господь говорит, что, а мне говорит, что теперь я и вы являетесь храмом, в котором живет Господь или Дух Святой и Господь, это одно и то же. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Я читаю, пропускаю вы, что общего у храма Божия с Итолом, пропускаете слова и считаю я чудальше. Вы храм, и живет у вас Господь, потому что Бог сказал, это не я сказал, я вере принимаю, вы вере принимаете, это Божьи слова, вселюсь в них и буду ходить в их, и буду их Богом, они будут моим народом. Все я могу, все вы можете, когда мы укрепляемся в том, что Господь для нас делал. И, вы знаете, апостол как-то удивился, когда он увидел Галатийскую церковь, и в Галатах увидел, что они как-то не поняли вот это единство. Говорят, братья, как вы начали духом и оканчиваете плотью. Плотью, когда вы сейчас говорите больше не о Божьей способности у вас, а говорите о грехе, о том, какая неверность, встречаясь с людьми, с любыми людьми, на любом мероприятии, муж, жена или что, вы знаете, никто не говорит о том, а мы в конце придем к этой мысли, никто не говорим о каком-то Божьем начале, никто не говорит, что Бог держит на своей руке, говорит, какие неверны он, какая неверна она, какие неверные люди. И люди все говорят о тяжести того зла, который вокруг нас. И как вы думаете, когда человек говорит о тяжести, ему на сердце легко или плохо? Я уже приводил на Татьяну, например, вам, вам, не отвечайте, подумайте. Вам очень тяжело. Бог говорит, итак, Галатам, стойте в свободе, вы свободны, стойте в свободе, который подарил вам Христос. И не подвергайте себя опять игру рабства. Свобода – это то, что мы видим, а что благодать Божия, что Бог, вернее, через благодать свою совершил во мне. Что благодать Божия даровала мне и вам? Что вы имеете сегодня в Господе? Потому что плод Духа, который мы говорим – благость, это Он производит в нас. Это Он дает мне видение силы, мудрости, как поступить в этой ситуации, чтобы творить благо. Это Он начал и совершает свое дело во мне и в вас до того дня, когда вы придете и увидите вот Господь нас, на Которого мы уповали. Мы придем к тому дню, на небе этой борьбы не будет. Эта борьба связана здесь с землей. Это мы здесь страдаем. Это здесь мы хотим сегодня не быть побежденным злом, но зло победит добром. И потому, вы знаете, апостол как-то призывает меня и вас к ответственности. Ответственность в чем? Как-то подумать. Я вышел в себя, увидел что-то неправильное, вышел в себя, вознегодовал. Может, у вас не получается, к сожалению, получается. Что-то неправильное. Я на утром сезоняю приведу Сережу пример, не понравилось его действие. Сегодня не буду приводить пример. Ну, что-то есть то, что мне не нравится в человеке. И я сильно-сильно расстроился. Скажите, пожалуйста, когда я расстроился, что произошло со мной? Кому я отдал себя в послушание? Я задал вопрос, а потом, говорю, текст будет читать. Римлянам 6 глава, и мы читаем с 16 по 18 стих. А после твой вопрос, Владимир, неужели ты не знаешь, что ты отдал себя сегодня в послушание? Или плоти, и греховное негодование, возмущение, или праведности, вот этой благости, о которой мы говорим. Кому ты отдал себя в послушание, того ты и раб. То есть, мое сегодня действие показывает, кому я принадлежу, а почему это произошло у меня? Я свободен. Вы свободны, но вы можете стоять в свободе, поступать по духу, и вы можете сегодня, будучи свободны, отдавать себя опять в послушание плоти. И тогда мы рабы греха. И дальше говорится 17 стих. Благодарение Богу, что вы, бывшие раньше рабами греха, от сердца стали послушать тому образу учения, о котором мы сегодня говорим, рассуждаем. Освободившись от греха, вы стали людьми праведными, способными творить правду Божию, делать доброе. И эта способность не моя, не ваша. Это способность Божия в нас. Это Он дал нам способность. Но эта способность происходит, знаете, от чего? От того, насколько я в сердце ношу сегодня вот это письмо Божие, свидетельство Божие. А кем меня Бог сделал? Если в моем сердце нет этого свидетельства, нет этого свидетельства Божьего, кем я являюсь во Христе Иисусе, то нет и способности. И мы читаем такие слова, которые об этом подтверждают. Я хотел бы чуть дальше еще прочитать потом, но я хочу, чтобы мы услышали слова. Второе послание Кориффина, третья глава. Мы читаем третьего стиха. Что вы через то слово, через то благовестие, через то, что вы читали или вам говорили, вы сегодня получили вот это письмо Божие. Понимание, что сделала с вами благодать Божия во Христе Иисусе. И дальше Писание говорит, такую уверенность, к кем вы есть, вы имеете уверенность не в себе. Это не я. Это не я такой способен. Это Бог во мне. Это Божья сила во мне. Это Бог производит во мне и хотение, и действие по своему благоволению. И потому, когда мы говорим сегодня о Божьей способности, то мы тогда утверждаем, что все я могу в укрепляющем меня Иисусе. Почему? Давайте еще одно место смотрите. Я не могу сегодня кому-то подойти, мне человек скажет, я, знаешь, я не справляюсь, я немощный, я слаб. Я не могу сказать, да, брат, сестра, давай помолимся. Я молюсь за него. Я молюсь. Но я молюсь за него, чтобы Бог ему открыл глаза, чтобы он увидел, что он сильный. Сильный не в себе, а сильный в Боге. Уверенность наша не в себе, а уверенность в Боге. И мы читаем второе послание Петра, первая глава, и читаем третьего стиха. От божественной силы Его, не от меня, от Его силы, вам, всем, и мне тоже, даровано все потребное для жизни и благочестия. Через того, что мы приняли Иисуса Христа, нам даровано. Через то, что нам даровано, мы имеем такую способность. Он называется, вы стали причастниками Божьего естества. И то, что в мире сегодня правильно. Вы не сообразуете с миром всем. В мире правильно. Знаете, я, когда был молодой, и когда-то мы смотрим, какие-то фильмы смотрели, а в основном, в своем верующий. И человек верующий, такая ревность, правильно, правильно, дай ему, дай ему, что дай, он должен получить. То есть, там Божьего нету видения. Там есть человеческое видение. То мы сегодня другими глазами смотрим. Потому, Господь говорит, не прошу, чтобы ты их забрал от мира, а дал им это здравое, правильное видение, чтобы они смотрели на зло и имели сострадание. Что эти люди, которые делают зло, они разрушают самих себя. Мы часто вот женой употребляем такой термин, и он дает нам укрепление. Когда человек что-то делает, говорит, он делает это, даже не понимая, что он делает против себя. Он не понимает. Что-то происходит с человеком, что он делает себе, делает вроде кому-то, и делает зло. Он не творит правду, а он делает зло, и это зло его разрушает. Вы знаете, я хотел бы сегодня, чтобы мы увидели, что нам даровано все. И теперь, смотрите, мы часто неправильно трактуем вот это внутреннее состояние. И это внутреннее состояние называется, мы читаем то же самое, второе послание Петра, первая глава, пятый сик. То вы, прилагая желание, старание к тому, что вам Бог дал, покажите веры вашей. И там есть такое слово – добродетель. Добродетель – это доброе расположение, которое Бог создал у вас со своими чувствованиями, с Божьими чувствованиями. Когда вы думаете не о себе, а чувствование Христовое, это когда мы думаем не о себе. Христовый висит на кресте и проявляет то чувствование, и там нам пример. Прости им, Господи, потому что они не понимают, что они делают. А эти чувствования, они дают нам способность творить добро против зла. И это благословение касается прежде всего всех нас, и это является устройством. И потому Писание говорит такие слова, которые я хочу сегодня обратить наше внимание. Галатам, пятая глава, 16-17 сик. «Поступайте по духу». И что? Бог обещает мне, что если я буду духовно сегодня, как веточка, пребывать на лозе, утешаться и укрепляться Господом, понимать, что я соединен с Ним, понимать, кем меня Бог сделал, что я новое творение во Христе, когда я буду понимать, поступайте по духу, живи по духу, Владимир. И что будет со мной? Я, Писание обещает мне и вам обещает, вы не будете исполнять вот этого по-плоцки. На зло отвечать злом, на ругательство ругательством, на оскорбление оскорблением, на неправильные действия, говорит, ты сам такое-то посмотри. Мы не будем отвечать так. Почему? Потому что Бог дает мне и вам способность, живя в этом мире зла, через просвещение благодатью своей, кто мы во Христе, да и способность сегодня зло побеждать добром. И потом Писание говорит слова, что поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожживание плоти. Потому что поступая по духу, понимая, кто вы есть, вы имеете дерзновение пред Богом в день суда. Вы не боитесь этого дня, когда Бог вас привезет в себя, через мир, через пришествие. Но мы не боимся этого дня, потому что мы, это день встречи с Господом, это день желанный, это день, который Господь говорит, я хочу, чтобы вы были там, где я. И дальше Писание говорит, почему в нас наступает такой не страх, а такое утешение? Потому что мы поступаем в мире всем, как Он по отношению к нас, так и мы. Он нам оставил пример. И потому, когда мы говорим о благости Божьей, мы начинаем, прежде всего, говорить, что благ один Господь. И когда вы придите ко мне, все труждающие обременения, и что делаете? Я вас успокою. Или научитесь от меня, а потом я вас успокою. Как правильно? Я вас успокою. А потом будете вы учиться от меня, чтобы поступать в мире всем, как я поступил, так и вы. Но учите меня, ибо я кротким и смирен сердцем. И найдете духом, и найдете покой душам вашим. И потому пусть Бог нас благословит сегодня в этом рассуждении. И еще одну мысль, которую я хотел бы, чтобы вы увидели. Вы знаете, мы все... Не знаю, как это, чтобы мы правильно поняли. Когда мы встречаемся с человеком, с раненым человеком, с избитым человеком, мы не должны ему показать, пальцем надавить на его боль. Ни в коем случае. Но его боль – это результат того, что он ослеплен, не просвещен, не понимает вот это чувство возмущения, негодования, что это чувство плоти, которое его разрушает. И потому мы сегодня, прежде всего, сами учимся поступать по-доброму. И мы не показываем на злое, а мы вот это несовершенство человека побеждаем добром. И я хотел бы, чтобы мы все прочитали этот стих, который я уже начал читать, но остановился, что мы имеем письмо, и мы имеем уверенность не в себе, но в Боге. Второе послание Коринфянам, третья глава. И в третьей главе я читаю уже только последние стихи, 17 и 18 стих, что мы сегодня, Бог дал нам эту способность быть служителями Духа, и мы читаем 17 стих и 18. Господний есть Дух, а где Дух Господний, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ славы, тот же образ от славы в славу, как от Духа Господня. Мы же все открытым лицом. Вы знаете, когда мы говорим, что это лицо открыто, когда это покрывало. Чуть выше прочитаете, вы видите, что люди читают Писание, и им никакой пользы не приносят. Знаете, почему не приносят? Потому что покрывало, вот это плотское мышление, плотской взгляд, плотское понимание, оно снимается Христом. Оно снимается Христом, и потому, когда человек приходит к Христу, то он прежде, чем он больше в Божьем отношении, Христом сказал, когда я уйду, вы можете ничего не понимать, но придет Дух Святой, Он возьмет от моего, и настаивает вас на всякую истину. И Бог сегодня Духом Святым наставляет меня и вас, чтобы мы могли сегодня увидеть, что плод, это не я произвожу. Это Дух Божий, живущий во мне, дает такую мне способность поступать не по плоти, но по Духу, делая добро. И потому снято покрывало. Всякий раз, когда мы сегодня снято покрывало, мы видим славу Божию. Славу Божию, а какое отношение Бога ко мне? Какое Божие отношение? И мы преображаемся в тот же образ славы. Мы говорим, Господь меня взял в свои руки, Господь Духом Святым живет во мне, Господь сегодня, я имею от себя то помазание, которое будет учить меня, и Он научит. И вы смотрите на ситуацию не с позиции, ну как мне поступить? Ну как мне сделать? То как бы я беру на себя эту ответственность. А я говорю, Господь, Ты научишь, Ты наставишь, Ты поведешь, потому что все дети Божьи, все, они Вадимы? Кем? Духом Бога нашего. Если я в это водительство не верю, я не могу быть Божьим. Я не могу творить правду Божью. Я не могу по доброте... Я буду всегда говорить о том, ну посмотрите, как он поступил. Ну посмотрите, как она поступила. Ну посмотри, неужели... И мне человека... Когда ты пытаешься человека утешить, вы знаете, я... Я даже счет потерял. Сколько раз... Одна единственная фраза. Человек страдает от того, что он победен злом. Ты начинаешь утешать Господу. Знаете, какая фраза существует? Ты меня не понимаешь. Ты меня... Я каждый раз молюсь, Господи, дай мне мудрости, чтобы помочь человеку. Он страдает. Но он страдает не от того, что он видит зла, а от того, что он не утешен Господу. Жить некое покрывало. Он не видит славы Божьей. Он не исцелен. Он изранен тем несовершенством, тем злым миром, в котором он находится. И этот человек нуждается, чтобы... Чем мы больше преображаемся, чем больше мы становимся похожи на Него. Пусть Бог благословит нас сегодня, чтобы мы могли прежде всего увидеть, что Бог нас вывел из тьмы и вел... Знаете, куда вел Бог на всех? В царство возлюбленного сына. Все мы... Мужья, жены, дети... Я говорю, кто принял Христа. Все мы сегодня в царстве Иисуса Христа. Мы сыны в царстве. Но эти сыны находятся в мире. Но Бог дал способность этим сынам царствия сегодня поступать как мир, а поступать сегодня по Божьей. И потому я хотел бы прочитать слова, которые должны нам помочь увидеть, утешиться тем, что Господь сказал нам. Третье. Когда я вижу себя, и вы видите себя в царстве Божьем, вы сильны. Вы сильны не потому, что у вас здесь сила, а потому, что мы верим, что мы в Божьих руках. Потому, что мы верим, что Дух Святой живет в нас. Потому, что мы верим, что мы имеем помазание, которое будет учить нас. Потому, что мы верим, что не я, а я укрепляюсь в Господе, и я могу. И потому мы сегодня можем говорить о себе. Смотрите, вот так Писание говорит. Пятнадцатая глава послания к Крымлинам, я читаю, с первого по седьмой стих. Мы сильные должны сносить немощи бессильных, не себе угождать. Каждый из нас должен угадать ближнему во благо к назиданию. Ибо Христос не себе угождал, как написано, злословия, злословящих, тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам на вставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть единомысленными, вот о том, о чем мы говорим, между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушны, едины мы уставили, славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, посему, принимайте друг друга, как Христос принял нас в славу Божию. Дорогие братья и сестры, сегодня мы уйдем с этого места, но не уйдем с мира, он везде. Я никак не могу, пока я живой, и жена никак не может уйти. Мы можем только сегодня по-божьему созидать правильные взаимоотношения. И через это правильные взаимоотношения больше и больше преображаться в образ Божий. Но сегодня, когда мы, Писание говорит, такие слова, смотрите, будем делать добро всем, а наипаче своим, вот эти, кто Бог ввел в семью его, своим по вере, будем делать добро, не унывая. И мой вопрос, почему мы сегодня унываем? Почему у нас руки опускаются? Почему нам так тяжело порой бывает? Почему? Первое. Почему? Потому что мы сеем в плоть, а хотим пожать в дух. Писание говорит, сеющий в плоть, от плоти пожинает тление. Я возмущаюсь, я негодую, я протестую, я каждый раз хочу показать, ищу Господа, прошу мудрости, а чтобы глаза открыть, и вот этим всем мы сеем в плоть. Писание говорит, Бог поругаем не бывает. Все эти в плоть, от плоти пожьете тление. Все эти в дух, от духа пожьете жизнь вечную. Пожьете благословение. Это первое. Второе, я хотел бы в Писании говорить, все, что мы делаем, словами или делом, мы делаем для человека, но не во имя человека. Я делаю, потому что я Божий. Вы делаете, потому что вы Божий. И вы поступаете сегодня достойно того звания, в которое Бог ввел и меня ввел. Итак, все, что вы делаете, словами или делами, делаете от души, как для Бога. Добро – это то, что мы делаем во имя Господа. Зная, что воздаяние, награду, мы получим. Я не от жены получил. И жена не от меня получит. Они делаем во имя Господа, и Господь воздаст своим благословением, Господь даст им мудростью, и мы будем блаженны, блаженны в своих действованиях. Дорогие братья и сестры, наверное, каждый раз, когда мы говорим о доброте, мы хотим, такая песня, я хотел жены попросить, неужели ты эту песню будешь говорить? Не буду, я такую строчку скажу. Люди, давайте будем добрее друг к другу. Хорошая песня, вроде такие слова. Но, знаете, эта песня построена на требовании. Не дать, а взять. Наша тема сегодня – дайте, дайте, своей жене дайте, своему мужу, своим детям, насаждайте это доброе, и потому вы будете иметь успех. И стих, которые я сегодня читал, но я хочу обратить внимание. Когда вы даете, Писание задает вопрос, а я верю в Писание, кто сделает тебе, брат Владимир, злое, если ты будешь ревнителем доброго? Знаете, почему зло проникает? А потому, что я вижу, я уже говорю, чьи-то несовершенства. Возмущаюсь, негодую, протестую против этого. Вы знаете, от этого мне легко или тяжело? Я побеждаюсь. Вы побеждаетесь. Писание говорит, поверьте в эту истину Божию, никто вам и мне не может сделать зло, если мы ревнуем о добром. Да благословит нас Господь сейчас, мы будем молиться и благодарить Бога за то, что мы не просто знаем, что есть зло, а мы знаем то, что тот, кто у нас, больше того, кто в мире. И тот, кто у нас, он Духом Святым научит наставить не быть побежденным тем, что вы видите, а научит наставить делать правильные действия, чтобы зло побеждать добром. И всякий, кто желает вот этого победы, Бог сказал, я ему научу, я ему дам знать, я его укреплю и проведу. Слава Богу нашему. Мы немощны. Я не за это пролагаю Бог, что я немощный. Но я благодарю Богу за то, что Бог силен во мне и в вас совершать свое дело. Слава Ему за это. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова